За безопасность образовательного учреждения отвечает его охрана. Работу их контролирует инспектор лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии. Инспектировать нужно не только охранников. Необходимо проверить, есть ли на школе соответствующие таблички о том, что ведется видеонаблюдение и объект охраняется. И если таковых нет, штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Проверяется все. Необходимая документация, личные карточки самих охранников и другое. За нарушение следуют свои штрафы. Для охраны от 1,5 до 2 тысяч. Для должностных лиц от 3 тысяч рублей. Особое внимание при проверочных мероприятиях мы обращаем на порядок и законность несения службы на данного рода объектах, как в целом частными охранными предприятиями, так и непосредственно их сотрудниками. Проверяем знания порядка действия частных охранников на этих объектах при возникновении чрезвычайных ситуаций. Знают ли они, где располагаются огнетушители, порядок эвакуации людей, нахождение запасных выходов и тому подобное. Сотрудники охраны рассказали, что работают с 7 часов до 9. Приходят раньше всех и сразу отправляются на осмотр территории. Есть ли подозрительные предметы, закрыты ли окна и двери. Все отмечается в журнале происшествий. В школе действует пропускной режим. Все проходят через рамки металлодетектора. Если он издает звук, то человека просит выложить вещи из карманов и пройти вновь. Посторонние, если лица приходят, они обязаны прийти с паспортом в школу. Мы их регистрируем в книгу посещения, записываем паспортные данные. И этот человек проходит в школу, но только во время перемены или после окончания уроков. Во время перемены, во время уроков мы не пропускаем. Помимо проверки документации и инспектирования охраны, сотрудники Росгвардии также проводят и профилактические беседы с администрацией образовательного учреждения. А потом уже выносят заключение. Охранники школы номер 50 проверку прошли. Господа, обращаю внимание еще раз на бдительность. Скорые экзамены, выпускные и так далее. Уделяем особое внимание проходящим гражданам. Не допускаем посторонних о любых происшествиях, о любых подозрительных случаях. Незамедлительно информируйте в одном внутреннем деле, либо Росгвардии. За день сотрудники Росгвардии инспектируют от 12 до 18 образовательных учреждений в своем районе. Это проходит в рамках контрольно-профилактического мероприятия под названием «Контроль». И уже есть свои нарушения. За истекший период, проводимый на территории города данного контрольно-профилактического мероприятия, было выявлено 9 административных правонарушений. Соответственно, составлены административные протоколы в отношении виновных лиц. Такие проверки проходят несколько раз в год. В 2018-м их проводили дважды. И все ради безопасности обучающихся. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.